всем привет вот он автомобиль honda civic 2001 года выпуска это мой автомобиль езжу я на нем уже 2011 сейчас 2018 то есть почти семь лет один раз я уже здесь менял ремень ремень грм имеется ввиду пришло время менять его уже и второй раз смысла менять автомобиль пока не вижу потому что по деньгам как бы не получается ну и он меня полностью устраивает сейчас я буду делать все подробно чтобы было понятно потому что многие видео смотрю в интернете вроде подробно подробно а потом раз в руках оказывается шкив коленвала как его откручивали непонятно кто не любит длинные видео не смотрите может быть это покажется скучным скучным но потому что как бы для себя снимаю что-то надо посмотреть будет раз перематываю смотрю сам для себя какие-то нюансы приступаем к разборке значит поворачиваем вот эти два стопорных пластиковых знаю как правильно зажимы винта поворачиваем на 90 градусов 1 2 хоп чехол снялся сторонку его далее отворачиваем крепление самой вот этой планочки по которой идут провода на катушке зажигания провода на генератор ну и на другие датчики тут все вещи спрятанных аккуратно в такой чехол эти это крепление вот 12 пока я вижу болтика на 10 обычно чтобы быстрее все это все происходило пользуюсь шуруповертом таким небольшим специально брал такой открутили второй болт открутили так пробуем держит еще вот он болтик не идет сейчас помощнее поставим гаечка не болтик а гаечка дальше пробуем да самое главное забыл сказать надо отключить аккумулятор то есть кинуть минусовую клемму сейчас вот подумал что надо отключить замок зажигания ключ повернуть и сразу же вспомнил про аккумулятор вот это вот первая ошибка потому что не дай бог замкнет нужно и компьютер повредить автомобильный нужно и радио повредить неоднократно такие случаи случались поэтому отключая отключаем минусовую клемму аккумулятор у меня тут большой я его поменял после того когда японский закончился все минусовая клемма в сторону болтик на место чтобы не потерялся продолжаем работу это кронштейн который крепит тросик тросик газа отсюда его все равно снимать поэтому открутим сразу вторую гаечку эту фасонную кронштейн не кронштейн а тросик в сторонку туда подальше его пусть там лежит дальше все вроде бы идет теперь нужно снять с катушек зажигания разъема здесь сбоку сбоку такая штучка видите нажимаете все пошла теперь чтобы ее скинуть нам мешает вот этот вот шланг вентиляции картерных газов почему я говорил в самом начале возможно придется снимать фильтр не хочет идти насильно на халюгу тоже не хотелось бы не идет придется откручивать фильтр чтобы открутить фильтр будут на таких вот скобочках открывать аккуратно потому что скобки бывают падают вниз так и сзади еще раз еще одно и того 1 2 3 4 5 ну вот если это с учетом что это потеряно 6 штук должно быть но у меня их 5 вот она в руке у меня осталось тоже кладу сюда остальные вроде на месте здесь ключ на 8 у меня есть видео на канале посвященная моей honda сири куда этот фильтр эти я его паял тойота у меня был фильтр новый чистый тойотовский вот и чтобы как бы сэкономить деньжат я не стал покупать хондовский обрезал тойотовский и впаял его вот в эту рамку а тот старый фильтр хондовский вырезал просто напросто и выкинул у меня есть видео на канале про это как я делаю все именно посвященные хонде сам корпус к фильтра крепится одевается на вкус на впускной правильно на дроссельную заслонку и понять 1012 и вот третий болт я попробую их открутить и вытащить если не получится придется куда этот ресивер снимать корпус отлично снялся видите вот отсюда он выехал эти болтики на месте остались то же самое снимаю к нему ничего не подходит корпус вот из-за этого шланга его снял убираю убираю его стороночку снизу видите ничего нет просто снял корпус и все что вот этот болт не потерялся я его не получается я его хотел сказать ставлю на место ладно пусть стоит здесь я думаю не должен выскочить потому что я вот этот ресивер трогать не буду все теперь у нас немножко освободилось все это делать будем пробовать снимать здесь вот со шпилек нужно соскочить все вот и на два со шпилек обязательно надо снять потому что эти шпильки находятся на крышке клапанов которые мы будем снимать поэтому вот так так теперь чтобы было удобно снимать крышку клапанов нужно перед этим снять четыре катушки зажигания вот один два три четыре естественно открутить 4 болтика на 10 причем на 10 обманул не 4 болтика на 4 гайки такие вот фасонные 4 гайки кладем на место пока сюда кладем вытаскиваем катушки вытаскиваться должны легко и просто видите одна вторая катушки все родные 3 4 более-менее подразобрали убираем катушки теперь чтобы снять саму крышку клапанов нужно открутить 5 болтов вот здесь вот один вот он один два три 4 5 то есть впереди 3 и сзади 2 ну естественно убрать щуп он нам пока не нужен брать его отсюда не капнуть масло откручиваем головкой на 10 заметили поскольку разбираю понадобилось только одна головка пока еще на 10 это мне нравится на самом болтики видите написано сверху 10 миллиметров то же самое помогаем болты не выскакивают сами собой они там шайбочкой как бы фиксируются внутри эти вот болты для чего нам нужно снять крышку клапанов а чтобы добраться до кожуха видите кожух сделан так вот вставляется сначала кожуха потом сверху крышка клапанов прикрывать чтобы сюда грязь не попадал для надежности все открутили сейчас будем пробовать вытаскивать снимать вернее крышку клапанов легко сорвалась рукой теперь тянем потянем сейчас я вот на эти вот шпильки накручу гаечки для чего а потому что вот эта штука стремится видите вот здесь вот стремится запрыгнуть на нее ну и для того чтобы они не потерялись фасонные гаечки на одной и от катушек зажигания на место поставлю что у нас тут мешает что-то прямо что-то прям колотит а колотит вон там вон речка которая не рейка вернее кронштейн на которую крепится сейчас покажу я вас вот из-за нее скорее всего мне не поднять здесь вот видите вот два болтика вот один болт на 10 опять же вот второй болт на 10 и крепится к ним вот эта вот рейка плохо видно треть руки как обычно не хватает вот это вот рейка вот она не рейка кронштейн вот него надо тоже открутить которым крепилась нашего вот этот вот пластиковый кожух что деваться никуда придется откручивать шуруповерт не берет вернее опять же этот кронштейн не для крепления пластикового а для крепления воздушного фильтра так что мне бы никак не получилось оставить фильтр на своем месте потому что в любом случае рейку вот это придется пришлось бы снимать поэтому для того чтобы поменять ремень грм надо обязательно снять воздушный фильтр хотя казалось бы он в стороне находится там лежит болтик лезть руками я уроню его только дальше поэтому использую вот такую приспособу видите хоп место следующий болтик убираем скобочку вот видите вот она какая здесь вот она крепится движку а вот сюда крепится фильтр сейчас мы на место прикрутим а это же не отсюда болтики они у нас там остались на корпусе воздушного фильтра все вроде бы все подготовительные работы проведены да кстати можно вот так вот еще здесь вот отключить вот так вот видите вот так полегче будет и пробуем снимать вот так 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 вот Субтитры сделал DimaTorzok